До конца месяца в Наринмаре будет завершено строительство двух объектов благоустройства. Речь идет о спортивно-игровом кластере по улице Строительной и детской площадке в районе детского сада «Радуга». Оба объекта готовы на 98%. Накануне ход работ проинспектировал глава региона Юрий Бездудный. Беседка для родителей, качели, спортивные зоны для игр в мини-футбол и баскетбол, а также всесезонная ель. Многофункциональная детская площадка по улице Строительной разделена на несколько зон. Провести время здесь будет интересно ребятам любого возраста. Все ребят с соседних домов точно придут сюда. Мы награли в виде огражденной, и здесь не будут мешать, не очень плотные застройки. Мяч не попадет на дорогу. Для детей безопасно абсолютно. Мне кажется, не только дети здесь будут заниматься, здесь и взрослые будут приходить. В районе детского сада «Радуга» работы также подходят к завершению. Здесь уже установлена тарзанка, беседка, скалодром, детский игровой комплекс и зона спортивных снарядов для занятий воркаутом. Подрядчику осталось уложить цветное травмобезопасное покрытие, установить освещение и оградить территорию, а также выполнить озеленение. По пожеланиям жителей города установлены топиарии в виде зайчиков, гномиков и грибов. Это именно жители рисовали. Потом уже, по счету их мнений, на общественной комиссии мы утверждали малой трудовой формы, смотрели, чтобы они согласовывались с тем, что люди хотели. Видите, предусмотрена здесь именно прогулочная зона, потому что очень широкая, видите, пропинка, что мамочки могли не просто здесь посидеть с ребенком, а еще с колеской погулять. В комфортных условиях и в комфортных средствах. Все пожелания жителей учли? Да. Оба объекта стали победителями рейтингового голосования в 2020 году. К строительству подрядчик приступил в июне, а завершить благоустройство общественных территорий, согласно контракту, должен не позднее 30 сентября. На данный момент уже примерно 98% готовности осталось нам по погодным условиям, когда будет солнышко, приклеить рулонное резиновое покрытие на элементах, рядом с элементами точнее, и, соответственно, нам еще осталось буквально установить садовое ограждение. Оба объекта реализуются с привлечением средств федерального бюджета. В рамках федерального проекта – формирование комфортной городской среды, национального проекта – жилье и городская среда.